30 августа 2020 года я получила неудачный перелом, упав с высоты собственного роста, запнувшийся ближайший полицейский, упала и неудачно сломала руку, локтевую кость. Наталья Дышеневская после неудачного падения обратилась в травмпункт, где женщине сказали, что необходимо хирургическое вмешательство. И спустя неделю ей сделали первую операцию. Врач, который меня оперировал, сказал, что операция проведена хорошо, все прошло хорошо, что теперь все будет зависеть от меня. На талии была установлена металлоконструкция. В октябре женщина сняла гипс и начала активно заниматься восстановлением локтевого сустава при помощи комплекса упражнений. Но почувствовав боль, обратилась сначала в одну, а потом и во вторую частные клиники. Он посмотрел мою руку, мои снимки и сказал, что я не добьюсь результатов, потому что конструкция вот так расположена. По словам Натальи, врач частной клиники настоял на необходимости новой операции по удалению металлоконструкции, которая доставляла женщине неудобства при восстановлении. Вскоре эту самую операцию все же провели. Но боль не проходила, и женщина решила обратиться к хирургу в республиканскую больницу, чтобы сделать еще одну операцию. Он меня действительно принял 14 октября 2021 года. Значит, принял, посмотрел руку, снимки и сказал, что рука срослась неправильно, нужно ее сломать, сложить. Но и после третьей операции, по словам Натальи, проблема не решилась. На этой руке у меня уже все сохнет, вот уходит, это все видно. Из-за этого у меня и подмышка как бы сместилась, и грудь туда уходит. То есть я говорю, я деформируюсь просто настолько быстро, и все это очень тяжело. Мы обратились в республиканскую больницу, где нам подтвердили, что женщине была проведена очередная операция и последующие обследования. Мы провели необходимые дополнительные обследования. Мы постарались провести госпитализацию для проведения лечения и в неврологическое отделение. Мы консультируем с главным травматологом нашей республики. То есть действия были предприняты для того, чтобы урегулировать какие-то эти все моменты. После проведения обследования врачи пришли к выводу, что дополнительных операций в данный момент не требуется. Сейчас мы видим, что функция сустава восстановлена. Как говорится, подвижность в конечности довольно-таки хорошая. И, конечно, мы понимаем, что кроме каких-то хирургических вмешательств, есть еще и сопутствующие болезни, которые, в принципе, присутствуют у каждого человека. При этом специалисты республиканской больницы готовы оказать Наталье всю необходимую помощь по дальнейшей реабилитации. Наша сейчас задача – это госпитализация пациентки для проведения сосудистой терапии, физиотерапии, для восстановления функций других органов систем. Здесь немаловажно роль будет играть психотерапистическое воздействие на пациентку. Это комплекс мероприятий. К сожалению, те жалобы, которые на сегодняшний день она описывает, это не укладывается полностью в те проблемы, которые возникают после оперативного вмешательства. Врачи республиканской больницы в ближайшее время свяжутся с Натальей Дышиневской. Они готовы госпитализировать ее в неврологическое отделение для комплексного обследования. Егор Кокорин, Алексей Ромашов, Евгений Павлов. Новости дня.